Столмож, нанес удар. Сколько ударов вы нанесли? Один. Преступление против половой неприкосновенности, покушение на жизнь сотрудников полиции, убийство. За 12-летнюю карьеру барнаульский следователь раскрыл десятки сложнейших дел и добился обвинительного приговора самым отпетым преступником. В своем деле он профи, однако когда включается камера, робеет как мальчишка. Сам как будто на допросе. Оно и понятно, к вниманию не привык. С детства, наверное, я хотел стать юристом, ну и выбирал из юридических профессий. И вот одна из профессий таких являлся следователем. Проходя практику в следственных органах, мне эта профессия понравилась больше, и я понял, что она мне больше по душе. Рассказывать о себе не любит. За следователя говорят его дела. Одно из самых тяжелых в эмоциональном плане – преступление прошлого года. Когда житель Славгорода хладнокровно задушил женщину и двух ее детей, а тела закопал в лесополосе и залил бетоном. После того, как вы накинули трос на шею, как вы стали трос... Продемонстрируйте. Вот. Вот так. Потребовались месяцы, чтобы выйти на след убийцы, доказать его виновность и добиться пожизненного заключения. Было там раскаяние? Все-таки двоих детей убил. Хладнокровно, задушил тросом. Вот было раскаяние у него в глазах? Мне кажется, нет. Упорство, целеустремленность и спокойствие. Три золотых качества, которые помогают раскрывать преступления следователю. Хотя спокойного в этой профессии нет ничего. Были, поступали различные угрозы от лиц, которые привлекались к ответственности. Но, как бы, оценивая эти угрозы, я делал для себя выводы, что они реальными не являются. Потому что это больше, наверное, было, скажем так, крик души, наверное, их. Следователь, как вы уже поняли, служит в четвертом отделе. На работе он практически живет. Того требует профессия. Но на семью всегда находит время. После тяжелого дня возвращается к супруге. И пусть ненадолго, но забывает о преступном мире, сменяя его на уютный и добрый. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. День с толком.